Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Гернард Слей. Английский художник, как написано в переводной кипедии, художник настенный, витражист, иллюстратор, гравер по дереву. Наиболее известны работы его древней карты сказочной страны, недавно обнаруженные Сетфорд, на которой изображены многочисленные персонажи из легенд и сказок. В библиотеке Конгресса в Вашингтоне находятся картины древнего Моппе. Был членом Королевского Бирмингемского общества художников с 1923 по 1928 год. В детстве сами очень вдохновляли работы Джорджа Макдональда и Уильяма Морриса. Родился в Бирмингеме, в возрасте 14 лет поступил в ученики Кречику, по дереву учился в бирмингемской школе искусств. Был учеником Артура Гаскина, который работал с Эдвардом Берн Джонсоном, известным среди прерафаэлитов. В школе он попал под влияние бирмингенской группы, будучи особенно искусственной варгировкой, в гравировке по дереву. Он вскоре привлек внимание публике, благодаря своими гравюрами для книг, вступил в общество декораторов, декораторов стен и художников темперы. Его рекламе после 1918 года говорит, что он может делать настенные росписи, мемориальные окна, надписи из металла. На выставках Королевского Бирмингенского общества художников предлагал создавать мебельные выставки. В 1897 году стал членом гильдии Бромс Гроув, получая заказы на украшения церквей, таких как мемориальная унитарная церковь о оси в чешере и проектировании витражей. Писал о британской сказочной литературе 1920-30-х годов в различных журналах. Продолжал писать о феях, стихах и рассказах, иллюстрировав свои собственные произведения своими произведениями искусства. И, конечно, особенно прославился сказочными картами. Сделал выдающуюся и успешную карьеру, занимаясь дизайном мебели и внутреннему убранству для широкого круга частных клиентов. Я цитирую переводную википедию. Он также преподавал в Бирмингенской школе искусств, опубликовал несколько руководств по дизайну и ремеслу, и был членом нескольких художественных обществ. Я верю в фей, это очень естественно и немножко глупо, ибо в наши дни мы быстро понимаем, как мало мы знаем о каком-то другом мире, кроме своего собственного. Так говорил Санни. В 1926 году Санни написал сборник рассказов о феях. Конечно же, сказочные карты. В 1926 году карта продолжала хорошо продаваться, и издатели выпустили второй сопутствующий том «Путешествие в сказочную страну». Это антология детских стихотворений, рассказов и стихов, упомянутых на карте или перечисленных в конце книги. Карта нарисована от руки и представляет собой сочетание цветного карандаша и акварельной краски. Умер 7 декабря 1954 года, оставив имение стоимостью 2187 фунтов стерлингов и завещание которого предоставлено мисс Айви Энн Элис. Элис была его постоянным сотрудником и спутником жизни, вплоть до самой смерти. Ну вот так вкратце данные из переводной википедии о Бернанде Слее, английском художнике, художнике-ветражисте, гравюром по дереву. Вот так все. Всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok